Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Флотса. Мы с вами остановились на том, что сделали буквально одно передвижение по карте, но при этом всё, мы уже немножечко развились. У нас есть теперь свой кораблик, небольшая лодочка для сбора ресурсов, у нас есть разделочная лавочка, у нас есть переработающий заводик, который делает нам нефть. Но в целом вроде бы живём, но по сути отсюда нам уже точно нужно двигаться. Давайте смотреть. Так, где мы с вами были? А в чём? А, у нас расширилась область, которую мы задеваем, я понял. Я, походу, въехал. Окей, это нам, конечно, поможет, но надолго ли? Так, трущобы есть, здесь мы вроде бы большинство залутали. Я, кстати, не знаю, отмечается. Вот в чём беда. По-моему, места не отмечаются... А, не, они отмечаются зелёным флагом. Вот, места, которые мы были, они отмечены зелёным флагом. Небольшой плюсик всё-таки есть, не всё потеряно. Так, одинокий остров у нас. А что у нас происходит? У нас пластика, по-моему, много, да? А всего остального не очень. Давайте-ка попробуем вот сюда встать. Мне вообще интересно, что по размерам карты. Или у нас обзор ограничивается... Так, ещё раз. Ага, обзор у нас ограничивается вот таким образом. То есть, по факту, в неведении мы плывём в любую сторону. Хорошо, пытаемся помимо ресурса задеть ещё и зданий побольше. Просто в этой стороне уже есть рыба. И хотелось бы, конечно же, сделать рыбацкие... Эт, лодочку. Чтобы мы уже собирали сами еду. В любом случае, направляемся сюда. Сколько нам это обойдётся? Really? Дороговато нам это обойдётся, но мы здесь, по сути, надолго осядем. Поплыли. Рун-дон-дон. Та-рун-дон-дон-тон. Что у нас здесь сбоку ещё? Сбоку ещё рыба. Ну, так мы задеваем два островка. Древесину, пластик. Ну, до этого пластика мы не дотянем, да? Да. Пластика вроде бы как должно хватить. В общем, немножечко стараемся экономить пластик. Нам это будет на руку. Та, тихо, тихо. Так, Паузевич, отжали. Смотрим. Та, твою мать. Так, вот здесь у нас аж находится остров. И на лодке мы до него действительно можем добраться. А здесь 54 металлолома. Ещё и 6 болтов. Хм. Давайте сначала смотреть, что у нас есть по потребности. Для начала нам нужна древесина. Это вот то, что 100%. Так что это пока забираем. Древесинка. Давай, расширь. Плывите сюда. Хоть десятером. Хотя вы так не поплывёте, но в любом случае. Так, приступайте к сбору древесины. Погнали. Что у нас по ресурсу? Воду у нас сейчас производят. Ай-яй-яй-яй-яй. Чё, так больно по ушам? Так, по еде у нас осталось две водоросли. Я думаю, что следующее, что мы должны сделать, это ферму. Это ферму, которая даст нам возможность выращивать водоросли. Для этого нам нужны три верёвки и куча досок. Доски уже сделают. Верёвок у нас в чистом виде вроде бы как нет. Поэтому давайте скрафте хотя бы три. Чё-то мне подскажет, что нам ещё сушилки понадобятся. Не знаю, откуда у меня такая мысля. А вы поплыли собирать? Алло, товарищ. Работка как бы не ждёт. Работка как бы не ждёт и собирать действительно нужно. Они чуть-чуть собрали и стопорнулись. Сейчас им там понять, что это прям очень важная задача. И так, и так, бегите и собирайте. Я здесь максималку не ставил, кстати, не. Главное нигде пока не ставить максималку, потому что у нас нет людей. Нам нужно найти вообще народ. С народом будет чуточку веселее. Мне ещё кажется, что зависит от кровати установленной. Мне кажется, третью кровать обязательно нужно будет поставить. Что у нас, кстати, по рыбацкой лодке? Четыре металлолома, парковочное место и древесина, опять же, штыки. Да, надо очень много древесины, ребята. Вон, на сушку поставили только девять штук. Уж поднапрягитесь, пожалуйста. Просто... Я понимаю, что работа и так есть, но имейте совесть. Я как бы с голоду здесь помирать не собираюсь. Не знаю, как вы. Так, где у нас? Вот здесь островок, да? Тут у нас есть товарищ, кстати, Орри. Давайте-ка спасём Ори. Орри, ты нам нужна. В любом виде. Проходи. У нас, кстати, вроде бы раньше были параметры, да? Камера на здании. Нет, параметра нет. Но у него двигается быстрее торпеда из показателей. Ну, уже лучше, чем ничего. А у тебя показатель? Гиперактивность, быстрее высыпается. Но пока мы не видим негативных показателей, но... Не время радоваться, как говорится. Дальше может быть хуже. Так, сколько сухой древесины? Уже девять, но этого мало. Так, готовить не из чего. А что, кстати, по рецепту рыбы? Одна единица мальков даст нам птичью еду. Птичья еда мне не нужна. Нечего личного, против птиц не имею. Но она нам явно не пригодится. Давайте, ребят, своими усилиями пока что. Чем больше мы здесь насушим древесины, тем лучше будет. Надо сразу оформить ферму водорослей. У нас сколько? Девятнадцать спор есть. Я не знаю, просто, сколько одна спор даст в конечном итоге. Ну, ладно, не столь важно. Так, присоединился кто-то к пердек с нашему бургу. Здесь почему-то у нас точечка висит. Ну, ладно. Сейчас приплывет товарищ, по идее, да? Кто-то же поплывал, освобождать. Я правильно понял? На лодке пошел спасать. Ничего себе. Так, спасение оформлено. Хорошо. Возвращаемся на базу. У нас вроде бы был быстрый переход к базе, если не ошибаюсь. Сбросить поворот камеры нет. С. Во. Все, запомнили. Так, один приплыл, второй приплыл. Все, у нас теперь четыре человека работает. Это же совсем другое дело. Но нужно сразу понимать, что столько людей сразу же изжирает много еды. Так что, имеем совесть. Так, вот здесь давайте сделайте полюшка. И нужно две кровати еще сделать. У нас топливо вообще есть? Давайте на всяк пожарный я сделаю заранее две единицы топлива. Чтобы потом, если я профукаюсь по пластику, чтобы у нас не было косяков. Так, сделаю здесь еще удлинение. Здесь у нас будут спальные места. Будем кайфовать. Я думаю, что сушилок нужно гораздо больше. Тем более, там были вроде большие сушилки, да? Большая сушилка требует веревку. Сейчас мы глянем просто, сколько они места занимают, большие сушилки. Обидно, что когда у нас не хватает ресурсов, мы не можем даже посмотреть в макет постройки. Так бы мы хотя бы могли оценить, надо она нам вообще или нет. Ну ладно, фиг с ним. Сейчас все сделают, все будет по красоте. Что по воде, кстати. Здесь еще две веревки, это четыре бревна. Бляха, слушайте, ну работы здесь охренеть сколько, на самом деле. Пока не запускаем древесину, сейчас мы все отстроим. Так, что у нас здесь? Десять минут оно растет, ёпперсетэ. И этим якобы кто-то занимает. То есть вы его уже высадили, да? Или я что-то упустил? Ээээ, не, вроде что-то есть. Значит, наверное, высадили уже, да? Ну я хотел бы верить. Ну значки появились. Просто оно долго растет. Это реально, это десять минут. Это вам не шуточка. Так, набрали кучу древесины, засрали, естественно, все склады. Не без этого. Не без этого. Кто-то там вздыхает, помирает. Не надо, рано помирать. Так, куча свободных людей. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Во. Большая сушилка. Шесть предметов за раз. А по размерам? А в чем смысл? Здесь я просто тратю четыре древесины и одну веревку. А здесь выходит десять пластика. Ну, в принципе, логично, да? Древесина лучше ее больше в постройку пускать. Хотя, смотрите. Оцениваем грубо, да? Из пластика мы делаем топливо, с помощью которого мы передвигаемся. Из древесины мы делаем воду. По факту. Ну, то есть, древесина, дрова. Дрова в дистиллятор, вода. То есть, тут даже спорненько, что лучше использовать. Я пока думаю, наверное, все-таки пластик. Пока я все-таки думаю пластик. Ладно. К этому мы еще вернемся. Идем на скрывать. Что вы там требуете? Ух ты ж нихера, сколько требует кровать, твою мать. Ладно, поставьте пока одну. Все остальное вы насушите. Знаете, что? Знаете, что? Где у нас? Вот у нас море пластика. Причем реально море? Его здесь дохренища. Ааа. Я дебил. Нормально все? Не ту кнопочку нажал. 125 единиц. Я не уверен, что вы его утащите домой. Но я хотел бы в это верить. Жаль, что мы не можем небольшие передвижения делать без затрат. Топлива. Это было бы неплохо. Ну ладно, пока снаем здесь. На зопе ровно, как говорится. Так, здесь у нас еще куча свободного места. Здесь все забито. И здесь еще свободно. Пока можем себе позволить, да. Пока можем себе позволить. Давайте сразу вторую кровать сделаем. Все, у нас все заселены. Вроде бы как можем не переживать. Все заселены. Так, водоросли по чуть-чуть растут. Я еще просто не знаю, сколько я получу с них. Вот в чем проблема. По идее, наверное, один к одному. Но, блях, это будет грустно, если один к одному. Будет очень печально. Нам точно нужно рыбацкое... Это... Как называется, мать его. Нам нужно рыбацкое, рыбацкое, рыбацкое место. Не гупай. Так, выстроите здесь. Будем здесь портовую часть продвигать. Если что, мы сюда заворачиваем. Здесь еще склады сделаем. Ну, в общем, постараемся все рассчитать по красоте. Так, сделайте еще одно место под... Бляха, хотя, может... Давайте, наверное, пробел сделаю. Чтобы мы здесь могли еще сделать проход. В будущем, если что. Хотя это было не обязательно. Ну, ладно, пусть будет. Чисто для симметрии. Красоты ради. Так, ты требуешь у нас еще металлолом. Кстати, да. Шуруйте за металлоломом. Металлолом. Металлолом. Гвозди тоже надо бы забрать, на самом деле. Знаете, что надо сделать? Что надо сделать? У нас осталось 10 воды. Сейчас я их переключу, пусть собирают. Пока гвозди отменим. А, сюда они так не доплывут, да. Так, включаем сбор здесь. Вот сюда меня, пожалуйста. Здесь сбор пока убираем. Чтобы лодка не отвлекалась. Ну и хотелось бы, да, побыстрее сделать рыбацкую. Чтобы мы могли все-таки удариться уже в добычу. Ну ладно. Сделайте дровишек нормально так. Тут вы дровишки сразу же запускаем в работу. В целом здесь можно поставить бесконечно. Я просто не видел, где бы у нас еще дрова использовались. Давайте, да. Здесь оставим пока постоянную работу с дистиллятором. А там уже как пойдет. Ребятки, металлоломчик притарабаньте, пожалуйста. Тык-тык-тык. Все, он поехал за металлоломом. Красава. Мое уважение. У нас, правда, осталось 11 единиц еды. Но тут уже сейчас водоросли подойдут. Не будет вроде бы неплохо. Одно поле высаживает только 5 единиц водорослей. Но я хочу сейчас увидеть сам момент их схода. И понять, сколько их будет по количеству. Просто если их будет точно так же 5. Да, их будет точно так же 5. Это не то, чтобы супер хорошо. Ну ладно. Это, в принципе, один из способов получения дополнительных единиц еды, поэтому... Грех жаловаться. Так, главное, с дистиллятором работайте поактивнее. Я вам буду очень благодарен. Так, ты притарабанишь металлолом или нет? Хер раундом набрал? Давай, дружочек. Сейчас у нас рыбацкая лодочка появится. Меня больше смущает, правда, что... Как я понял... А, рыбу мы сможем еще сушить. Тут же у нас есть параметр, да? Или пока у нас лодки рыб... Все, проверим, короче. Видимо, пока рыбальской лодки нет, то и нет рецепта. Я так понимаю. Исследования у нас, кстати, закрыты пока. Если что. Так, рыбацкая лодочка почти готова, почти, почти. Давай, 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 давай. Бу-бу-бу, туц-туц-туц. Кстати, металлолом не разгрузили. Что, забито все? Так, капитан, снос, это понятно. Так, у нас появился рыбацкий буйочек. Где у нас косяк? Вот он. Давайте сюда направим человечка. Рыбятки, нужно собрать рыбку. Желательно побыстрее. Я понимаю, что склады забиты, но опять же... Никто не мешает этот весь ужас исправить. Так, разгрузили. Сухую древесину закинули. Металлолом забрали. Закинули металлолом. Еще металлолом забрали. И поплыл. Так, сейчас. Я хочу это увидеть. Ты же рыбу будешь ловить прям, да? Слушайте, он очень быстро ее ловит. Я бы сказал, вообще не напрягаюсь. Так, и теперь вопрос. Как нам выставить рыбу на сушилке? Так, они ее сейчас куда-то будут девать. Закинул на склад. У нас появилась рыба. Но из рыбы единственный крафт, который у нас есть. Причем здесь мальки именно нужны. А мы что имеем? Сейчас где-то склад. Это и есть мальки, по факту. Это и есть мальки. Ааа, у нас отдельная сушилка для рыбы. Я вас понял. Сделайте тогда еще 5 штук за раз. Ну, в принципе, нормально, да. Сделайте еще веревок. Сколько нам получается? Три веревки надо? Попробуем рыбочку посушить. Я думаю, что, кстати, сушилки... Ну, хотя ладно, лучше, наверное, недалеко от склада размещать. Давайте, я знаю, вы справитесь. Все будет чики-пуки. Воду пока успевают клепать, а за все остальное я пока не ручаюсь. Что у нас по деревяхам, кстати? Может, еще деревяк запасти? У нас очень много пластика в запасе, но пока мы его рационально не тратим. Так, рыбу приторобанили, рыбу отторобанили. Так, этот дружочек у нас металлолом натаскивает, да? Вся фишка в том, что нам нужно будет сейчас сделать дополнительные склады, потому что оставлять металлолом вообще не круто. Поэтому в любом случае придется забирать. Так, если мы хотим так... Сейчас как раз просрём пластик немножко. Я просто думаю, как мы можем здесь обыграть и можем ли. Мы можем сделать вот так. Или в самый длинный формат. Давайте сделаем так, чтобы здесь была заготовка еще под одну лодку. И от нее постараемся сделать склады. Если все пойдет по маслу, будет варибуд. У нас две книжечки, кстати, есть. Я просто не знаю, как их юзать пока. Пока неизвестно. Так, с этим справились. Что-то у нас много бездельников. Что случилось? Веревки вы сделали, да? Ага. Так, у нас есть вот такие сушилочки красивые. Я просто думаю, чтобы здесь не было косяков. Сейчас, сейчас, погоди, погоди. Так как склады у нас будут здесь, и рыба, скорее всего, тоже будет здесь, то сушилки должны быть не очень далеко. Сушилки должны быть под рукой. Насколько я понимаю, рыба сразу будет пригодной для употребления. Соответственно. Я просто боюсь, если я сейчас здесь выставлю эту хрень, то она будет кривой и не даст нам возможность поставить... Хотя места вроде должно хватить. Сейчас я чисто на визуале попробую понять. Скорее всего, она влезет. Скорее всего. Много места же не надо. Просто дублируем эту штуку сейчас. Визуально будет даже вот так проще. Она влезет, только если мы чуть-чуть левее сделаем. Чуть-чуть буквально. Пожалуйста, дай такое вот так надо сделать. Оно его все равно центрует. Вот просто если оно его центрует, вот тогда могут быть проблемы. Видите, оно сужается чуть-чуть. Давайте забьем на центрование или переместим вообще. Если мы перемещаем, мы ничего взамен не получим. Нам вот здесь точно нужно полноценный проход сделать. Но эта собака дико дорого выходит. Но здесь будут склады. Фиг с ним. Фигачьте. Делаем тогда здесь. Я выставлю с этой стороны склады, а с этой будут сушилки. Здесь у нас что-то максимально забитое должно быть. То, что никому уже не пригодится. А если и пригодится, то ну такое. Так, вы там рыбу всю собрали что ли, да? Мое уважение. А куда вы ее складировали? Сейчас у нас есть вот такая вещица. 15 рыбы. 15 рыбы присутствует. Ну да, как раз на парочку сушилок. На парочку сушилок. Сейчас, где у нас еще древесина была? Взю. А что, она не всплывает? Ага, понял. Так, берите лодочку. Твою мать. Так, берите лодочку. Собирайте всю вот эту древесину. Все, кто свободен, все шуруйте и собирайте. Пластик у нас пока есть. Мы все еще можем просто себе позволить здесь находиться. И не переживать за голодуху. Так, опять куча бездельников. Сейчас мы вам дадим задачек. Да, у нас сейчас очень много дерева улетит. Давайте пока склады поставим во второй приоритет. Так, поставь хотя бы одну сушилочку здесь. Так, выгружай металлолом. Ты уже все выгрузил оттуда? Или еще нет? Металлолом еще 24 единицы. Ну бляха, его реально весь надо забрать. Тут как бы... Как ни крути. Как ни крути, но он нам весь пригодится. Так, рыбу сюда закинули. О боже, прям в рот ей натыкали, а. Ну пусть сушится, че. Хоть будет что жрать. Хорошо, с этим разобрать. Можем еще в веревке сделать еще одну сушилку поставить. Будем делать, не будем. Сейчас мы посчитаем. Это 5 рыбы за раз сушится. Сколько она сушится? Сушится на 3 минуты. Ну давайте про запас, наверное, да. Давайте про запасик. Так, раз, два, три. Еще парочку этих пыльни. Давайте, ребята, ворк, ворк. Трудимся, работаем. Все как полагается. Можете еще пластик вкинуть в топливо. Давайте, давайте. Самое страшное в этой игре, если все начинают бездельничать. Это все. Это срака. Поэтому этого допускать нельзя. Здесь еще есть вариант, что мы сделаем такой обходик, и здесь будет еще кровать. Продолжим, типа, спальный райончик. Древесину всю высушили. Сейчас новую просто притащат. Я надеюсь. Да, сюда еще две ходочки надо сделать. Кстати, а что у нас? Мы же можем вторую сделать, да? По идее можем, по идее можем. Давайте сразу сушилку поставим, чтобы я о ней больше не думал. А что у нас здесь встать не нужно? Сушилка, все на твоя беда. Так, сушилочку еще одну ставьте. И, соответственно, нам не хватает еще веревки. Какое вот здесь шумное, мать его, производство. Так, еще веревочку. Я думаю, что мы оформим еще одного собирателя. Металлолома есть куча, правильно? Его же надо сразу вкладывать. Чего добру пропадать? Недопустимо. Совершенно. Подопечные наши, подопечные. Пока приоритеты мы, наверное, трогать не будем. Работают и слава богу. Работают и слава богу. Кстати, вода опять заканчивается. Это рыба гнила или она уже высохла? А, это уже высох. Мне говорит, что они по одной сушатся. Пожалуйста. Это же будет совсем боль. Еще и пищевая ценность 0,5. Это как-то подозрительно. Сейчас было, ну ладно. Так, еще металлолом не разгрузили. Ребята, бездельничайте. Дизреспект вам сейчас выпишу. Угу. Там вроде потеют, но не ощущаю. Так, еды кучу наделали. Воды теперь не хватает. Так, давайте еще одно место. Здесь, наверное, тоже пробельчик небольшой сделаю. Он, конечно, нам ничем не поможет. Но пусть будет чисто визуала ради. Так, и здесь, и здесь, и здесь. А здесь у нас все готово. То есть ты решил настолько забить на древесину, да? Последняя ходка? Да бляха, это только вторая. Да ты шо издеваешься, демон? Бляха, реально по всему острову бегать собирает. Давай-давай, там уже фигня осталась. Так, есть. Давайте сразу же сюда лодочку. И сможем сейчас либо они гораздо быстрее просто будут собирать металлолом. Кстати, гвозди эти тоже надо забрать. Я не знаю, где они нам пригодятся. Но если что-то мне подскажет, что надо забрать. Сейчас, где у нас открываем этот ресурс. Ставим сюда двоих. А этот уже поплыл за дерево. Окей, дерево тоже сушить надо, так шо? Плыви. Бездельники есть? Бездельники есть. Можем избавиться от бездельников. Направить на косяк рыбы. Давайте, ребятки. Только от вас. Только от вас зависит наше выживание. Поэтому постарайтесь. Так, рыбак пошел. Рыба у нас уже 20 единиц еды. Слушайте, нормально живем вообще. Так, сколько у нас дерева? Давайте еще 4 спустим. Здесь же максималка стоит. Максималка. А вода у нас уходит гораздо быстрее. Бедные поленья, серьезно. Просто убийца. Так, где древесина, товарищи? Давай, поджимай по чуть-чуть. Так, сразу рыбу на сушку понес. Мое уважение. Две сушки моментально забивает. Ну, не красавчик. Красавелла, я вам больше скажу. Просто красавелла. Так, а вот и не красавелла. Пришел, привез древесину и пошел спать. Не дела, дружочек, не дела. Так, здесь у нас что? Ага. Сейчас еще и водоросли вырастут. Беда с водой присутствует. Но, слава богу, нет беды с... С этим, как он называется? С едой. Мы вроде бы этот вопрос решили. Но, как я и говорил, скорее всего придется 2 дистиллятора ставить. Потому что... Один просто фактически не вывозит. Нам бы, может быть, конечно, и хотелось бы, чтобы он вывозил, но он не вывозит. Надо бы признать. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Накидал. Там забрали. Дровишек еще 2 штуки есть. Сейчас потратят. То есть здесь голяк, да? Угу. Мое уважение. Собирайте тогда древесину. И, наверное, сейчас еще пластик нахоботим. Сейчас, где маяк? Маяк стоит на 3. Там 100 единиц древесит. Лол. Ребята, у вас там работы? Ого. Егэгэй. Сейчас они дистиллятор доделают. Рыбу собрали. Ну, слушайте. Если рыбачить, то, в принципе, можно нормально кушать. В принципе, можно себе даже ни в чем не сказать. Сухой древесины нет совсем. Ребята, быстро за деревом. Быстро. Нам надо очень много дерева сейчас. Иначе вы от жажды просто откинете копытца. Как вам такой вариант? Так, первый понял. Масштабы проблем. Так, этот решил делать все-таки водоросли еду. Ну, делай. Делай впрок, так сказать. Впрок. Так, немножко воды еще скрафтили. Рыбы еще насушили. Все, рыбы косяка больше нет, да? Шуруйте за деревом, мать вашу. Я, конечно, все понимаю. Безделие оно так и прет. Но имейте совесть. Так, сразу же ставим 5 штук. Сразу же 5 штучек, чтобы у нас сейчас появилась вода. И мы об этом не думали. Все остальное пусть продолжает сушиться. И пусть еще куча древесины притащат. Хорошо, топливо у нас есть. Сейчас я проверю, куда мы там можем поплыть. Дигидон, дигидон. Так, рядом у нас еще есть один остров. И рядом с ним еще один. То есть нам нужно по-хорошему, по-хорошему потратить очень много топлива. Но мы попадем в совсем другую область еще с двумя островами. Окей, меня это устраивает. Давайте только здесь доделаем. Я понял одно, что у нас ресурса пластика и древесины, по идее, должно быть всегда достаточно. Потому что он чуть ли не на каждом участке карты есть. Но вот проблема как раз с островами, с людьми и с менеджментом в плане управления как раз-таки едой и водой. Со всем остальным, в принципе, можно справиться запросто. А вот могут быть нюансики. Мне еще интересно, когда у нас откроется исследование. У вас нет исследовательских станций. Полностью поддерживаю их. Действительно, станции у меня нет. Но и среди крафтов у меня есть исследовательская станция. Понял. Четыре веревки, куча дерева, куча пластика. Но я думаю, исследовательскую мы где-то вот здесь, за этой зоной будем делать. Наверное, да. Нам опять же пригодится много пластика. К этому надо готовиться. Ребята, вы совсем охерели бездельничать так жестко. И воду не успевают делать, и древесину не перерабатывают. Это дизреспект моменталочкой. Сразу же. Так, мокрые древесины куча. Сейчас еще приторабанят. Так, Павло, сразу же. И куда ты побежал? Понял. У них приоритет, короче, работать на предприятии. Приоритет переноса и так дальше у них не выставлен. То есть, по идее, по-хорошему нам нужно уже заниматься приоритетами. А это не совсем хорошо. Ладно. Сбор ресурсов вокруг быков. Рыбалка. Смотр, исследование, сбор. Транспортировка. Забота о друзьях наших меньших. Ресерчи. Работа в мастерской. Готовка. Сбор, опреснение воды. Строительство. Ну, я должен признать, что здесь приоритет должен быть у всех повыше. Это у нас минимальный, да? Здесь приоритет должен быть... Я так понимаю, чем больше, тем выше приоритет, да? Я правильно понимаю? Эй! Все правильно. Короче. Самое важное, это делать воду. Самое второе важное, это делать еду. Это что мы выставляем по строительству. Мы ставим двоечку. Дальше. Работа с мастерскими. Ставим двоечку. У всех вроде бы все равно, но... Будет некий семи-флот, у которого транспортировка будет на максималке. Для начала. Сбор ресурсов вокруг буйков. Тут должно быть два человека с максималкой. Вот таким образом. Пока нам этого должно в плане приоритетов хватать. Ну, хотя воды нам все равно не хватает. Питьевой. Они просто не успевают ее столько делать, сколько они ее потребляют. Ну, короче, чем быстрее мы получим исследовательский, тем будет лучше, мне кажется. Так, где у нас веревка? Раз, два, три, четыре. Делаем заготовочку. Небольшую. Так, там хоботнули. Слушайте, воды уже три. Сейчас придется опять приоритеты менять. Так, ребята, сначала... Как там? Что бы ни случилось, вода number one. Давайте. Пыхтите, потейте, я не знаю. Что хотите, то и делайте. Они вроде бы все равно ей заняты на постой, но... Не хватает. Вот не хватает и точка. Ничего с этим не сделать. Так, древесины навезли уже целую кучу. Сколько там еще осталось? Сорокет. Сорокет. В целом, по-хорошему нужно убрать сейчас метку. Ну, сейчас этот товарищ соберет. Уберем метку, чтобы они все дома сделали. Когда дома они все сделают, наделают воды. Тогда мы сможем уже спокойненько их отпустить. Так, плыви домой. Так, плыви домой. Саму меточку убираем пока. Пока меточку убираем. Здравствуйте, молодой человек. Так, этого набрали. Сухие доски собрали. Мокрые закинули. Сухие собрали. Мокрые закинули. Красавчик. Все, работа пошла. Еды 28 единиц. Нам нужен срочно какой-нибудь рыночек. Так, чтобы мы могли обменять еду на воду. Было бы очень удобно, между прочим. Так, все. Все начали бездельничать. Правильно понимаю? Я забыл вот эту штучку сделать. Естественно, они начнут бездельничать. Так, и не хватает нам только теперь пластика. Сейчас сделаем... Нет, не так. Сделаем небольшую ходочку за пластиком. Это надо. Давайте. Чтобы мы могли уже первую исследовательскую поставить. Хотя я ж... Здесь могут быть исследованы новые технологии. У СВС есть нужные книги. Так, книгу у нас две штуки. По-хорошему, по-хорошему. Так как здесь производство. Не хотелось бы там засорять. Сейчас я чисто визуально проверю. По идее мы можем пульнуть вот сюда диагональ. Но, бляха, это будет так ущербно смотреться. Просто омерзительно. А можем просто здесь. Здесь продлить. И вот в эту часть выстраивать. Ну, тоже как вариант в целом. В целом вариант. Так, тащат, тащат пластик. Давайте, давай. Нам просто чуть-чуть больше пластика нужно, чем я рассчитывал изначально. Но это уже совсем другая история. Так, придут еще кучу, кучу, кучу дерева насобирали. Пластик, давайте, давайте, давайте. Все, мы можем его покрафтить. Сколько-то места займем. Что ж ты, такая огромная собака. Ладно, давайте вкинем пластик сейчас сюда. Тихо. Виз 16. Поехали. И теперь на остатки пластика ставим сюда... Да ты что, коже, встала? Ставим сюда исследовательскую. Во! Вот теперь будет хорошо. Исследование, производство. Вторичное пассивное производство. Складирование здесь будет. Здесь у нас производство еды и сон. Вроде бы, пока все комплектуется как надо. Пока. А там посмотрим. Пока меня все устраивает. Кучу пластика нанесли, но даже не решили его собирать, да? Я вас понял, бездельники. А как вы выживать собираете, слушайте? Если вы то и делу, что и делаете, бездельничаете. А-та-та, а-та-та. Так, отстраивает, слышу. Это ты что? Вымоск? Красавчик. Так. Почему у меня открылись исследования, хотя исследовательская еще не построена? Что-то здесь не так. Что-то здесь явно не так. Накидал сюда тонну ресурса. Один пластик забыл, правда. Боже, какой ужас с этим дистиллятором происходит. Ему просто очень плохо. То есть, бляха, ты вкидывал ресурсы в исследовательскую станцию, а пошел строить вымостку? Что с тобой не так? Не надо так делать. Так, сейчас пока у всех работа есть, потому что не выгружены лодки. Сейчас еще пластик приторабанят. Так, вот это я понимаю, исследовательская. Давай-давай-давай, нифига себе. Сурово, сурово. И куча книг, естественно. Как бы не иначе. Так, стоям бы. Что у нас есть? Большой склад стоит 8 книг. Вы что, серьезно? А подешевле что, есть? Окей. Так, есть лачуги небольшие. Блях, тут даже... Даже есть чертежи. Так, скворечник. Место, где ваши птицы могут отдохнуть перед сбором ближайшей. А, у нас же точно еще питомцы могут быть. Мастерская жестянщика. Металлолом перековывает в более полезный ресурс, например, трубы и болты. Угу. Так, мастерская с пластиком может создавать более полезные ресурсы, например, пластмассовые сети или кирпичи из бутылок. Кирпичи из бутылок? Что? Хорошо. Солнечный опреснитель. Вот. Вот это моя мечта, походу, да? Сколько? Ну, естественно, он стоит 15. Опреснитель стоит 32. Вырабатывает большое количество пресной воды, чищая морскую воду от соли. О, да. Нет, кого, да. Так, это у нас что? Маленький резерв для воды. 10 порций воды хранит в себе. Это 30 порций воды хранит. Ну, по чертежам все выглядит красиво. Как оно будет на самом деле, я понятия не имею. Так, есть еще рыбный гриль, кстати. Просто и вкусно. Питательность еды единица, да? Это интересно. Но у нас всего, мать его, две книги. Это не хватает вообще ни на что. Абсолютно. Окей, к этому вопросу мы еще вернемся. Ну, то, что мы поставили исследовательскую, это, мне кажется, уже победа. Хорошо, ребятки, пока же сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать в видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.